Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шарая. Сегодня в выпуске. Обработаны все протоколы, зафиксирована высокая явка избирателей. В Самаре подвели итоги выборов губернатора региона. Почетные знаки губернатора Самарской области лучшим ученым и преподавателем. В Самаре завершил работу первый всероссийский форум «Вектор самарской науки». Построили два водовода и проверили готовность объекта к запуску. В дома жителей поселка Управленческий вскоре придет мягкая Волжская вода. Известные шлягеры и композиции, посвященные Самаре. 437-й день рождения города завершился концертом и красочным фейерверком на площади Куйбышева. В Самарской области обработаны все протоколы участковых избирательных комиссий. По предварительным данным регионального избиркома, большинство голосов набрал действующий губернатор Самарской области Дмитрий Азаров – 83,83%. По данным ЦИК России, остальные голоса распределились следующим образом. 6,73% у Алексея Лескина, 4,28% у Александра Степанова, 1,75% набрал Михаил Моряхин и 1,74% Сергей Пухаев. Самая высокая явка традиционно была зафиксирована в сельских районах региона. Рекорд был поставлен в Шанталинском районе. Там на участке за три дня пришли свыше 93% от общего числа избирателей. Напомним, отдать свой голос за кандидатов губернатора Самарской области, а также депутатов местных представительных органов власти в Тольятти и Сызрани можно было 8, 9 и 10 сентября с 8 утра до 8 вечера. Итоги работы общественных наблюдателей подвели в Общественной палате Самарской области члены общественного штаба по независимому наблюдению за выборами. Тему продолжит Галина Топилина. Выборы 2022 года в Самарской области прошли честно, открыто, легитимно. Около двух тысяч подготовленных и специально обученных общественных наблюдателей следили за прозрачностью и законностью избирательного процесса. Независимым общественным наблюдением был обеспечен каждый избирательный участок в регионе. Задача была довольно такая объемная, потому что у нас 1751 избирательный участок. И надо было обеспечить, чтобы на каждом из них были независимые наблюдатели. Но учитывая, что голосование у нас шло 3 дня и работа шла в течение 12 часов, это задача непростая. Скажу сразу, что по нашим оценкам, ну и по оценкам тех, кто смотрел все это дело, с этой задачей наши общественные наблюдатели справились. На 148 УИКах велось видеонаблюдение. Видео транслировалось в Центре общественного наблюдения. Двери Центра все три дня были открыты для желающих принять участие в наблюдении за ходом голосования. Из кандидатов к губернатору Самарской области данным предложением воспользовался только один кандидат от парламентской партии. Большое количество было лидеров общественного мнения, которые приходили к нам, которые принимали участие в работе Центра общественного наблюдения. И, соответственно, там большое спасибо, я хочу сказать, постоянно присутствовали ведущие СМИ региона, которые помогали нам освещать ход видеонаблюдения. Нарушения, способных повлиять на ход голосования и результаты выборов в Самарской области не зарегистрировано. Все обращения, поступающие на горячую линию, оперативно рассматривались. 30% из них социально-бытового характера, 70% по вопросам реализации избирательного права. Из 60 направленных нами экспресс-сообщений мы получили ответ на 30, то есть наполовину мы уже получили ответ, и только за три дня. То есть надо отметить, что все органы, куда направлялись наши экспресс-сообщения по тем или иным нарушениям, либо по фактам, которые не являются нарушением, но требуют проверки, наполовину за три дня получат ответ. Остальные в работе. Из них из половины 10 уже прям с конкретно решенными проблемами. Особенностью этой избирательной кампании стало наличие предложений от граждан о совершенствовании избирательного законодательства и о внедрении механизма электронного голосования в Самарской области. Это говорит о росте гражданского самосознания у людей и вовлеченности в жизнь своей страны и региона. Политическое сознание наших граждан растет, и его нужно развивать и укреплять. Работа общественного штаба по независимому общественному наблюдению за выборами продолжит свою работу, пока не будет рассмотрено последнее обращение. В этом году в состав штаба вошли представители региональной общественной палаты, ведущие эксперты в области избирательного права, представители аппарата, уполномоченного по правам человека в Самарской области, Самарского отделения Ассоциаций юристов России, средств массовой информации. Всего в составе штаба 15 человек. Председателем штаба стал Павел Покровский, член общественной палаты Российской Федерации. Сопредседатели, президент Нотариальной палаты Самарской области Галина Николаева и Виктор Полянский, заведующий кафедрой государственного и административного права юридического факультета Самарского национального исследовательского университета имени Королева. В этом году в состав общественного штаба вновь вошла генеральный директор телеканала «Самары ГИС» Елена Кольцун. Галина Топилина, Григорий Плешаков, события. В дома жителей поселка Управленческий скоро придет мягкая волжская вода. Раньше она поступала из подземных источников и имела высокую степень минерализации. В Красноглинском районе построили два водовода Д-600 общей протяженностью 12,5 километров. Глава города Елена Лапушкина проверила готовность объекта перед запуском. Совсем скоро в дома жителей поселка Управленческий придет мягкая волжская вода. В Красноглинском районе построили два водовода Д-600 общей протяженностью 12,5 километров. Проект является примером реализации принципов государственно-частного партнерства в интересах жителей Самары. Глава города Елена Лапушкина проверила готовность объекта перед запуском. Я искренне рада этому событию. Хочу поблагодарить Дмитрия Ильича за такую серьезную поддержку очень важного объекта на территории Красноглинского района. Но в следующем году у нас такая же мягкая вода придет и на территорию Куйбышевского района. Это тоже в рамках инвест-программы вместе с компанией Самарской коммунальной системы. Стоимость проекта 1 миллиард 100 миллионов рублей. Чтобы по новым трубам поднять воду от Волги до Управленческого, в Студеном Овраге построили дополнительную насосную станцию, а также целый технологический комплекс на Волжском шоссе. Два резервуара чистой воды, насосную станцию третьего подъема, здание реагентного хозяйства, административно-бытовой корпус. То, что сегодня случилось, это, конечно же, события, говорящие о том, что если объединять усилия и развивать государственное частное партнерство, и когда и областная администрация, и подкураторством губернатора, когда глава города подключается, глава района, мы видим вот такие результаты. Реализация проекта имеет высокую социальную значимость. Улучшится качество жизни 40 тысяч жителей поселка Управленческий. Кроме того, обеспечен запас мощности для водоснабжения нового жилья. В ближайшее время предстоят пусконаладочные работы, гидравлические испытания, и уже к Новому году качественная вода появится в домах жителей. Виктория Шарой, Константин Головин, События. В Самаре завершил работу первый всероссийский форум «Вектор самарской науки». Он был приурочен к 50-летию со дня образования Совета ректоров вузов Самарской области. Форум завершился торжественной церемонией награждения. За заслуги перед наукой ученым и преподавателям вручили почетные знаки губернатора Самарской области и Самарской губернской думы. Подробности у корреспондента событий Светланы Тимофеевой. Директор юридического института Самарского госуниверситета получает награду из рук председателя Самарской губернской думы, председателя регионального совета ректоров вузов Геннадия Котельникова. Почетный знак ученому вручили за заслуги в сфере законотворчества. В нашем институте сейчас активно развивается космическое право. В условиях цифровой экономики, безусловно, мы особое внимание обращаем на правовое обеспечение охраны личности, связанное с развитием искусственного интеллекта. Три дня в Самарском дворце спорта имени Высоцкого проходил первый всероссийский форум высшего образования и науки «Вектор самарской науки». На своей площадке он собрал абитуриентов, студентов и преподавателей со всего Приволжского федерального округа. Наш регион – это один из ведущих научно-образовательных центров всей нашей Российской Федерации. Сегодня по качеству высшего образования мы занимаем шестое место в стране. Это хороший результат. В этом году Совет ректоров вузов Самарской области отмечает юбилей 50 лет со дня создания. Образование – это самое большое богатство. Что образованный человек – это самое перспективное, самое нужное всему нашему обществу. Одна из главных задач – совместная работа над законодательством. Так, при обсуждении федерального закона об образовании в Государственную Думу было направлено более 70 поправок. Комитет по образованию и науке областного ЗАГС Собрания, которым руководил Геннадий Котельников, разработал 11 законопроектов в этой сфере. Светлана Тимофеева, Игорь Козановский. События. Правительство России утвердило правила определения нормативов накопления твердых коммунальных отходов, в которых подробно закреплены процедуры замеров отходов, методы расчета, вплоть до того, что при замере в контейнере не должно быть воды и снега. Чтобы не заниматься замерами, можно воспользоваться усредненными значениями. В Госдуме отмечают, что нормативы, которые регионы используют на протяжении последнего времени, могут сильно разниться и вызывают вопросы. Возникают судебные споры, во время которых люди доказывают неточность исчисления нормативов. Новое постановление правительства призвано устранить все недочеты. Новые нормы позволят рассчитывать показатели для многоквартирных домов и по количеству прописанных людей, и по площади помещений. Далее коротко о других темах дня. По данным Приволжского УГМС в период с 10 по 14 сентября местами по региону сохранится высокая пожарная опасность лесов. Четвертый класс. Главное управление МЧС России по Самарской области напоминает о соблюдении мер пожарной безопасности в условиях особого противопожарного режима. Нельзя разводить кастры в лесу или на территориях, граничащих с лесными участками. Даже вблизи водоемов поджигать сухую траву на полях или полянах в лесу. Бросать непотушенные спички или сигареты. Использовать в лесу пиротехнику. При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по единому телефону пожарных и спасателей. 101 и 01. Роспотребнадзор назвал главные продукты сентября. Специалисты призывают обратить внимание на овощи, выбор которых сейчас огромен, а в сезон они особенно полезны. Кабачки, баклажаны, тыквы, огурцы, томаты, картофель, морковь, сладкий перец свежего урожая. Отличный выбор для осенних блюд. Также в продуктовой корзине сентября обязательно свекла, чеснок, кукуруза, сельдерей и фенхель. Очень полезны разные виды капусты, особенно сладкие осенью ягоды и фрукты. В магазинах и на рынках можно найти сочные груши, нектарины, яблоки, сливы, инжир. Рацион еще дополнит клюква, брусника, ежевика, облепиха и черника. По словам специалистов, многие овощи, фрукты и ягоды при заморозке сохраняют первозданный вкус и около 80% витаминов. В Самарской области вновь потеплеет. Жаркой погоды по прогнозу синоптиков можно ждать уже на этой неделе. Самым жарким днем станет 20 сентября, когда столбики термометров поднимутся до 27 градусов. Такой прогноз дает ФОБОС. Чуть менее неоптимистичные данные у ГИСМЕТИО. Судя по ним, на следующей неделе дневная температура воздуха будет варьироваться от 19 до 21 градуса. При этом ожидаются дожди. Теплеет начнет 20 сентября. Самыми жаркими днями станут 22 и 23 сентября. Воздух прогреется до 25 градусов. А вот, судя по прогнозу Яндекс.Погоды, оставшаяся часть сентября будет прохладной. Теплее всего будет 19 числа. Температура воздуха достигнет 22 градусов. Жители поселка Рубежное предупредили о работах на системах газоснабжения. С 9.00.26 сентября до 28 сентября ресурсоснабжающая организация будет проводить ремонтные работы на ГРС-18 Рубежное с переводом газоснабжения потребителей на городское кольцо Самара. Об этом сообщили в городской администрации. Работы проводятся для обеспечения бесперебойного режима подачи газа потребителям в отопительный период. Обращаем внимание, что в указанный период возможно изменение режима газоснабжения на отдельных участках газовых сетей, уточнили в мэрии. В период проведения работ жители просят тщательно контролировать режим отбора газа и работу газопотребляющего оборудования. Жительница Самары обманом получила социальную выплату в размере 280 тысяч рублей и стала подозреваемой по делу о мошенничестве. В отношении женщины возбуждено уголовное дело. Она, по версии следствия, предоставила в районное подразделение Центра социального обслуживания населения, недостоверные сведения о том, что прошло обучение в частном учреждении дополнительного профессионального образования, а также о приобретении оборудования, необходимого для предоставления типографских услуг. Подозреваемая получила социальную выплату в размере 280 тысяч рублей. Деньгами распорядилась по своему усмотрению. Как сообщает Следственное управление СК РФ по Самарской области, сейчас по уголовному делу проводятся средственные действия. Выясняются все обстоятельства. В минувшие выходные Самара отметила свой день рождения. Областной столице исполнилось 437 лет. В День города для жителей и гостей приготовили особый подарок – праздничный концерт. Вечером на площади Куйбышева со сцены звучали композиции, посвященные Самаре, известные шлягеры в исполнении как приглашенных коллективов, так и местных музыкантов. Хедлайнером концерта стала группа «Чаев». Подробности в репортаже Михаила Ермоленко. Мотив знаменитого вальса на сопках Манчжурии композитора Ильи Шатрова пронесся над площадью Куйбышева. На сцене – сводный оркестр. Около 500 исполнителей. Такой необычный подарок в день рождения города преподнесли гости. Лучшие музыканты духовых оркестров из девяти городов России, а также Могилева и Уральска. На дирижерском постаменте заслуженный артист Самарской области Марк Коган. Прежде чем сюда приехать, я, естественно, смотрел на все коллективы, смотрел и изучал. И не хотел повторяться, хотел что-то новенькое привнести. Поэтому мы прямо вот так вот подготавливались. Да, конечно, мы видели множество выступлений из Самарского оркестра, из Самарского духового оркестра. Для нас, во-первых, это большая честь. Большая честь представить Республику Беларусь на вашей гостеприимной российской самарской земле. Самара прекрасна, очень радушна. Нас хорошо приняли. Нам очень-очень нравится, очень мы этому рады. В этом году Самаре исполнилось 437 лет. Все спешили поздравить город, особенно его жители. Самара для меня самый родной, самый красивый город вообще. Я очень рада, что живу здесь по сей день. Я желаю дальше развиваться. Здесь очень много творческих людей, подростков. В общем, много кого. В общем, с днем рождения, Самара! Успехов в развитии. У нас не так много очень сделали в Самаре. В ближайшие лет 5. И очень круто, чтобы Самара продолжала развиваться так же. Поздравить Самару и ее жителей приехали артисты из разных уголков России и стран ближнего зарубежья. Мне кажется, что Самара – это курорт. Потому что здесь такая архитектура, здесь какие-то такие вещи, которые абсолютно неправильные для мегаполиса, но в то же время дают какой-то уют и позволяют тебе отдыхать просто ментально. Поэтому я желаю, чтобы эта атмосфера сохранялась в Самаре. И сюда очень приятно приезжать. Вечером на площади Куйбышева жителей и гостей города ждала насыщенная программа. Со сцены прозвучали композиции о Самаре, известные шлягеры и новые песни, посвященные нашему городу. Хедлайнером праздника стала группа «Чаев». Шикарная история с шикарным географическим местом расположения. В принципе, я понимаю, что когда живешь в Самаре, каждый день ты не замечаешь изменений. Это как на себя в зеркало смотреть каждый день. А мы же приезжаем там раз-два раза в год в Самару, мы видим изменения. После финальных аккордов праздничного концерта поздравления в адрес Самары и его жителей прозвучали от губернатора Дмитрия Азарова и главы города Елены Лапушкиной. Очень рад, что наш родной и любимый город благоустраивается и вновь обретает былую мощь, процветает. Мы вместе строим новые мосты и дороги, благоустраиваем парки, скверы и набережные, строим новые больницы, школы и детские сады. Мы делаем это все с вами вместе. Спасибо вам, дорогие мои, что мы вместе достигаем этих результатов. Друзья, дорогая Самара, я вас всех поздравляю с днем рождения. Мы так еще молоды, нам всего 437 лет. У нас все впереди. Я желаю вам счастья, я желаю вам здоровья. Пусть в вашей жизни будет мир и добро. Будьте счастливы с днем города. И в завершение вечера яркой точкой в праздновании Дня города стал традиционный салют. Ты город славы твоего и трудовой. Я не город вечно молодой. Сердцу нет дорожек тара. Волгий хлеб тебе самара. Михаил Ермоленко, Константин Головин. События. Весело, ярко и красиво в Самаре завершился фестиваль духовых оркестров на сопках Маньчжурии. Он проходил два дня, 9 и 10 сентября. Чем порадовали музыканты, гости и жители областной столицы, расскажет Ксения Баканова. Брутальные мужчины в форме летчиков и в солнцезащитных очках. Нет, они вовсе не пилоты. В Строковском саду современный поп-хит исполняет Пермский губернский духовой оркестр. Артисты играют на инструментах и зажигательно танцуют. На языке духовой музыки этот особый жанр выступления называется дефиле. Это уличное представление, уличный концерт оркестра с элементами танца, с элементами движения, с элементами перестроения во время игры. Это очень сложный вид искусства, который в России сейчас очень сильно набирает обороты. В Самаре завершился фестиваль духовых оркестров на сопках Маньчжурии. Он проходил два дня, 9 и 10 сентября. Своё профессиональное мастерство показали лучшие музыкальные коллективы из 9 городов России. Санкт-Петербурга, Перми, Екатеринбурга, Саратова, Ульяновска, Уфы, Белгорода, Астрахани и Самары. Также выступать приехали артисты из Белоруссии и Казахстана. Гости говорят, город на Волге их принял тепло. Настроение прекрасное. Самара великолепная. Встретили нас просто роскошно, всё блестяще, поэтому самые наивысшие моменты радости. Публика оценила концерт. Это заряд бодрости, хорошего, позитивного настроя. Ну и я думаю, вот эти вот последние осенние дни людей обогатят и подарят им заряд запал на будущее. С днём города, любимая Самара! Ксения Баканова, Николай Сидоров, События. Далее вас ждёт обзор телеграм-каналов, городской администрации и профильных ведомств. Вот о чём они писали сегодня на своих информационных площадках. Каждый пятый школьник в возрасте от 10 до 14 лет имеет аккаунт на госуслугах. Сообщили в Минцифры. Всего на портале уже создано свыше 500 тысяч детских учётных записей. Говорится в телеграм-канале «Вести с Дворянской». Завести своим детям профиль на госуслугах может любой из родителей. Для этого необходимо ввести данные свидетельства о рождении и СНИЛС. После регистрации ребёнок может пользоваться различными сервисами, например, электронным дневником или школьным портфолио, в котором можно узнать свой средний балл, оценки за контрольные работы и уровень посещаемости. В телеграм-канале Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки напоминают, что продолжается приём документов на предоставление путёвок по программе «Мать и дитя» детям-инвалидам, нуждающимся в сопровождении в санаторно-курортной организации, расположенной в Самаре. Путёвки будут распределяться в соответствии с датой подачи документов заявителям. Подробную консультацию можно получить по телефону. 16 сентября в Самарской области пройдёт ежегодный «Кросс-нации», информирует в телеграм-канале Кировского района. Легкоатлетический забег проводится по всей России в рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни» национального проекта «Демография». Центральный старт пройдёт в столице региона на прилегающей территории стадиона «Солидарность Самара-Арена». В программе соревнований «Забеги на дистанции 2, 4, 6, 8 и 12 километров» среди подготовленных спортсменов по возрастным категориям. Комиссия по допуску участников начала работать сегодня, 11 сентября. Футболисты крыльев советов, пока чемпионат России прерван на паузу из-за игр сборных, провели контрольный матч с Уралом из Екатеринбурга. Хоккеисты ЦСК ВВС сыграли первый домашний матч в новом сезоне ВХЛ, а баскетболисты Самары пока только готовятся к старту в единой лиге. Подробнее в нашей спортивной рубрике. Пока чемпионат России сделал паузу на период международных матчей, крылья советов провели в Екатеринбурге контрольную встречу против Урала. В первом тайме хозяева дважды поразили ворота самарцев. После перерыва Осайдулин один мяч отыграл, но почти сразу уральцы восстановили разницу в два мяча. Больше счёт не изменился. 1-3, поражение крыльев. Хоккеисты ЦСК ВВС провели первый домашний матч после возвращения в ВХЛ. На льду Дворца спорта имени Высоцкого самарцы принимали Тамбов. Навязать борьбу опытным соперникам у лётчиков не получилось. Гости свои моменты реализовывали тогда, как волжане не могли пробить голкипера Тамбовчан. Сделать это получилось лишь за 30 секунд до финальной сирены, когда исход матча был предопределён. 1-4, поражение ЦСК ВВС. Волейболисты Новы проиграли третий матч предварительного этапа Кубка России. И так же, как и два предыдущих, со счётом 1-3. В этот раз к Красноярскому Енисею. Волжане в упорной борьбе взяли первый сет. Партия затянулась, но новокульбышевцы смогли склонить чашу весов в свою пользу. 28-26. Но на следующей партии у Новы сил уже не хватило. 21-25, 15-25 и 18-25. Впереди ещё три матча группового этапа. Нове нужно занять третье место и выше, чтобы выйти в следующий раунд. Баскетболисты Самары продолжают подготовку к новому сезону. В Москве команда провела два контрольных матча против соперников из единой лиги. Сначала самарцы в равной борьбе уступили МБА. Всё решалось в концовке, где удача улыбнула столичной команде. 66-67. А затем Самара уверенно переиграла Саратовский Автодор. За первые три четверти самарцы обеспечили себе большое преимущество, после чего немного отпустили игру. В итоге победа 92-80. 16 сентября состоится Всероссийский день бега Кросснации. Легкоатлетический забег проводится по всей России в рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни» и национального проекта «Демография». В Самаре центральный старт пройдёт на прилегающей территории стадиона «Самара-Арена». В программе соревнований забеги на дистанции 2, 4, 6, 8, 10 и 12 километров среди подготовленных спортсменов по возрастным категориям. Традиционно всем участникам мероприятия на память останутся нагрудные номера. Участники, занявшие первые 50 мест в каждой из возрастных групп, получат сувенирную продукцию от Министерства спорта России. На этом наш выпуск подошёл к концу. Продолжайте следить за новостями на официальном сайте Самары ГИС в нашем телеграм-канале, на страничках ВКонтакте и Одноклассники. Выпуски программы смотрите на видеохостингах и в социальных сетях. Всё вам доброго и до встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok